Друзья, всех приветствую! Сегодня 11 марта, вот наша экспериментальная партия на пурине. Сегодня предстоит нам пересадить птицу на нижние яруса в двух клетках. Возьмем часть со среднего яруса, часть с верхнего яруса и посадим вниз. Вот грустный стоит, помеченный синим маркером. У него водянка развилась еще больше, поэтому я его хочу убрать, чтобы он уже не мучился. Так, птица, которая вот здесь была с разъехавшейся ногой, она пересажена вот на нижний ярус. Ее сегодня тоже буду убирать, потому что мучается только. Так, и вот у нас такая птица, которая на попу села, но встает, вот видите. Пересадили птицу с верхнего и среднего яруса на нижний, сделали плотность посадки 10 штук на квадратный метр. То есть у нас верх и средний ярус осталось по 20 штук. В нижний там как получалось, там чуть больше 10, я не считал точно. В процессе пересадки был обнаружен еще один осытник. Вот он сидит. Скоро он нас также покинет. Посчитал я, что пересадка необходима в этой партии, так как птица интенсивно растет и тесновато ей стало, поэтому принял решение вот такую плотность посадки создать на экспериментальных ярусах, на среднем и на верхнем. Сегодня 16 марта. Вот она наша экспериментальная партия на пурине. Ест сейчас финиш пурина. Ну так, в принципе, все веселые, довольные, растут хорошо. Так, ну давайте по стандарту. Температура, значит, верхний ярус 21, средний ярус тоже 21, ну нижний где-то 20 пусть будет. Так, работает вентиляция, вы ее слышите, наверное. Так, здесь, значит, минимальная вентиляция еще параллельно с принудительной через это окно. Ну, все по стандарту. И приточка через вот это окно с перемешиванием входящего воздуха вот этим вентилятором. Как мы и говорили, проблемы начинаются в нашем, по крайней мере, хозяйстве с 30 дня. Эта партия не исключение. С 30 по 40 день мы потеряли 9 штук. Так, по помету. Помет нормальной консистенции. Как бы больших вопросов к нему нет. Есть, конечно, дрестунчики попадаются периодически. Они как бы жидко какают. Но не без этого. В основном нормально. Так, что еще сказать. Ну, сегодня взвесим вечером. Посмотрим на результат. Какой результат они показывают на 40 день на Пурини. Так, друзья. Весы на нуле. Давайте взвесим. Посмотрим, какой результат. Так, будем взвешивать контрольную группу сначала. А там уже посмотрим по желанию. Я сейчас контрольную группу взвешу и пересажу наверх. У нас, как на Маркорме, они до 50 дня должны будут на верхнем ярусе обитать. Сразу освобожу доступ. Сейчас. Опа. Так. Где они могут быть? Где они? А, вот вижу. Стоять. Стоять, стоять, стоять. Так, это у нас синяя метка. Та, держи пока. 2,580. Вес должен быть по таблице. У нас 2,456. 2 килограмма 456 грамм. Так. Так, вот еще один. И вот там все в углу с меткой сидит. Угу. Так, 2 килограмма 5,65. Так. Сюда его. Псс. В углу сидит. Синий, ты синий видишь? Мне кажется, что я не вижу отсюда синяя, она и зеленая. Вон там сидит. С какой меткой? Нет, мне нужно с синий сейчас. Саш, вон он встал. Какая метка? В углу, в углу, в углу. В самом углу стоит. От зеленой. Мы его потом повесим, взбесим. Так, кто-то своей попой толкает. А, вот он. Так. Может, метки не надо им ослаблять? Нет, они сами расстеживаются. Так, подожди по нулям. Да? Да, все по нулям. Держи, Вова. 3,170. 3,170. Вот это молодец. Ты красавчик. Тише, тише. Так. Вроде я вот по ним, по контрольным ничего такого плохого не вижу. Так, зеленый остался, да? Зеленая метка. Где-то я вот здесь его видел. В самом углу, мне кажется, он как сидел, так и сидит. Так, вот он. Нет, я говорю. Он был один из самых крупных, правильно? Да. Вот это песок. А вот тот, с той стороны, зеленая метка, оказалась курица. Я потом посмотрел. Тихо, тихо. Сашка, лапу. 2,950. 2,950. 2,950. Слушай, он так меньше получается, чем тот. Да, вот смотрите, мы отсаживали вот этого, как бы крупного. А сейчас, получается, среднячок обогнал того, что был покрупнее. Так, ладно, давай с этой стороной пока закончим. Здесь есть, сразу скажу, петухи. Вот я сегодня смотрел. Крупнее контрольной группы. То есть за 3 килограмма, я думаю, что грамм на 200, наверное, больше. 3 килограммов. Если они попадутся нам сейчас, сильно литровируя их, мы постараемся взвесить. Вот петух сидит, мне кажется, крупный. Вот запалкивает этот, нет? Ну что, схватить его? Не надо, Саня. Все, давай, дела делаем, а потом уже. Как бы веса нас устраивают, поэтому нет смысла, наверное, лишнего расшугать. И вот скажи, какая же разница есть в группе петухи или куры, да? Так, вот зеленая метка. Ну хватай пока, давай. Зеленая? Вот зеленая. 2,640. 2,640. Так, придержи его. Он меня только пугнется, боюсь. Угу. Так, еще, да? Вот это что-то, смотри, мне не нравится. На лапу сел? Нет, не сел, но как-то он это, неохотно встает. Скажи, ночь на дворе уже неохотно встает. Я тоже неохотно встала снимать. Это какая сейчас отметка была, зеленая или синяя? Зеленая. Зеленая была? Да. Это крупная, да, которая, якобы, должен был быть. Нет, там зеленая, да. А вот это, мне кажется, повольше будет. Тише. Тише, тише, он прыгнуть норовит. 2,855. Это она. Это она. 2,850. 2,855. О, все, легла, смотри. 2,860. Вот, видишь? Помогай. Вон, синий, да. Тише, 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 тише. Вот от этого бывает что? На самом деле, не бывает. Давай. 2,615. Когда они вот так легко хлопают крыльями, то не бывает. А вот когда у них проблемы с ногами, и они начинают долго операция помогать всей крыльями, вот тогда бывает гематома у них на крыльях. Так. А я говорила о некрозе ткани. А, ты про некроз? Конечно. Значит, мы друг друга не поняли. Что бывает редко. В плане не поняли, они в плане некроза. А, нет, я про синяки на крыльях знаю. А я не об этом. Я говорю о том, что когда курица в большом размере машет крыльями, это провокация вот этого как раз некроза или зеленого мяса в грудной мышце. Зеленомышечная болезнь, как она там, она еще панамена называется, панамена, я не помню. Так, еще должен быть сколько? Один, да? Да. Тихо-тихо. Ой, вон, 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 идет к тебе. Дорогуша какая. Двадцать четверг. Две восемьсот, пятнадцать. Двадцать. Два килограмма, восемьсот, пятнадцать. Так, ну что, это получается у нас в тушке они больше 2 килограмм все будут, да? Ну, да. Ну, что, нормально. Вот 2,815 может быть 2 килограмма, а 2,100. 40 дней, как бы это самое, очень даже ничего. Ну-ка, давай тебя взвесь ему, какой красавец. О, какой здоровый. О, вот это да. Вот это молодец ты. И вот таких здесь есть, несколько штучек есть. Так, слушай, я его сразу, давай, сними эту кормушку, я его сюда вниз посажу. Я сейчас пересаживаю просто взамен этих наших помеченок, чтобы уравнять количество и... Тихо, 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 тихо. И заодно давайте вот так вот взвесим. Тихо, тихо. 2,900, да? Угу. Сейчас я откручу. Иди сюда. Так, вот курочка без мешек, без всяких. Тихо, тихо, тихо. Ну, 2,750. 2,750. Ну-ка, давай к тебе. Да, 2,890, почти, да. Вот, все, тебя сюда. Я стараюсь покрупнее найти, чтобы их вот сюда уже к забою готовить, посадить в средний ярус. 2,825. Так, а вот смотрите, мы нашли маленькую. Совсем малышка. Курочку. Уже даже звену я здесь по нулям. Да. Давайте посмотрим маленькая. Совсем малышка. Кило 740. Кило 740. Так, но она мне не нужна в среднем ярусе, потому что я сейчас, смотрите, вам сразу скажу, мы экспериментальную нашу группу, которую взвешиваем, оставляем до 50 дней, чтобы понять вес, какой наберет, да, и сколько корма израсходует на одну голову эта птица. А вот этих вот я уже завтра перевожу на зерносмесь часть. Я сейчас отберу крупных, посажу на один ярус и будем уже потихонечку готовить их к забою. Так что 50 дней, скорее всего, останется у нас только экспериментальная та партия. Но мы посмотрим по времени. У нас здесь сейчас много что зависит не от нас, к сожалению, и по мере необходимости будем устраивать забор, забор, забой. Но забор мы тоже где-нибудь устроим. Вот. Так что следите за нашими выпусками. Так, давайте по падежу расскажу. Значит, с 30 по 40 день нас покинуло 9 особей. Двоих я убрал сам. Это вот те, которые здесь были отсажены на нижний ярус. Это ножопник так называемый и вертолет. Вот нога одна у него в сторону уехала. Две штуки. Это мы впустили себе на еду. Лена там учтет как-то в таблице, как ей надо будет. Я в это не лезу. Значит, дальше. Убрал еще двоих. Это водянка. То есть там были все признаки. Я не стал ее дожидаться, когда они сами сдохнут. Я их убрал. В еду мы их не пустили, потому что стадия там была последняя, можно сказать. Мясо невкусное. И мы курам, короче, их отдали. Так, водянку убрал две штуки. То есть четыре получается, да? И пять штук. Смотрите, пять штук. Нас покинули по причине СВС. Друзья, по падежу весь материал отснят. Все впавшие особи мы снимали, вскрывали, смотрели, что в чем причина. Там есть интересный материал, как мне кажется, для птицеводов. Если он вам и нужен, и вы хотели бы его увидеть, давайте договоримся так. Жмите пальчик вверх, пишите комментарий внизу, если вам это все нужно и интересно. И мы выпустим видео отдельное, чтобы здесь уже не показывать вот эти вот все внутренние органы крови. Специально для птицеводов вы посмотрите, может быть, что-то для себя полезное там найдете. Опять-таки, это чисто наш дилетантский взгляд. Мы не ветеринары, мы просто там заметили особенность, по которой можно диагностировать причину гибели птицы уже при вскрытии. Ну, есть там аминтики интересные. Если, опять-таки, интересно, пишите, выпустим. Отдельно, чтобы не пугать, да? Да, чтобы вот в этом видео не перегружать и не пугать вас страшными кадрами, сделаем отдельный. Так, что еще? По поводу водянки. На данный момент, значит, две штуки по водянке. Ну, я вижу парочку еще претендентов. Посмотрим, что с ними делать. У них только начальная стадия, как бы не критичная, но будем наблюдать. По водянке мы тоже записали уже видео. Вот, если все будет нормально, мы его выложим и там коснемся этого вопроса. Потому что вопрос актуальный для многих, как вот нам пишут в комментариях. Вопрос опять стал, как и в прошлую весну. Сейчас он опять стал. И будем вместе с вами разбираться. Поэтому давайте так договоримся. Пишите в комментариях под этим видео, у кого сейчас есть проблемы с водянкой. И вообще, хотелось бы, знаете, какую информацию от вас узнать. Какой процент потяжа у вас в партии ваших? Вы выращиваете бролеры, теряете птицу. Наверное, может быть, не все. Ну, кто-то теряет наверняка. Поэтому, пожалуйста, не поренитесь. Напишите нам в комментарии, какой кросс, какая партия по численности и какой падеж. Если у вас есть понимание, падеж от чего, напишите, от чего падеж. Вот. И хотел сказать, что давайте для, скажем, адекватности нашего вот этого опроса сделаем так, что писать будут люди, которые выводят сами цыплят из яйца. Они покупают цыпленка на птицефабриках, да, где там уже вакцинация, пропойки и все такое. Мы этот вариант не рассматриваем, он имеет место на существование, да, но мы хотим вот выяснить конкретно по яйцу. Так как яйцо приблизительно одно и то же у всех, хотелось бы вот статистических каких-то данных по поводу того, как происходит вот ситуация с падежом у вас в хозяйствах. Вот. Все на этом. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, жмите в колокольчик. Всем спасибо, всем пока. Но пасарам.